всем привет наконец-то прекратились дожди и посмотрите как они начали цвести радовайтесь что нужно сделать чтобы они сильнее начали расти и цвести смотрите какая прекрасная пеларония махромая махровая во время дождей она заливалась и не хотела ну распускать свои цветочки эти увявшие цветоносики нужно обрывать чтобы дать силу новым бутончиком которые завязались и будут распускаться вот эти тоже удалила ведь они уже отцвели него не было сил расцвести до конца из-за этой лишней влаги я их удалю даже сорт не тот показал смотрите это тот сорт черный махровый набитый очень красивая пеларгошка она еще будет очень много цвести это плющи листная пеларгония очень 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 сильно люблю также люблю зональные узнали наименее требовательные ко всему они просто себе растут и цветут как на солнцвете как искажается цвет сильно самом деле не такой вот в тенечке такой яркий красивый сочный махровый а на солнце он получается какой-то неоновый не важно очень красиво у королевской пеларгонии тоже оборвала бутончики жду нового цветения на пышная красивая набитая вот видите уже начал бутончик распускаться этот доцветает сильно много было гнилых выбросила оборвала очень много на очень красиво цветет ничего она еще даст свое цветение вот эти бутончик вот открывается бутончик развивается вот такая у меня есть пеларгония по моему рококо называется если я надо по записям посмотреть когда покупала я всегда записываю и у меня целый блокнотик чтобы не сбиться с сорта не все сорта разные сорта есть гортензия скоро начнет цвести ветер розовым это купила в оцененном она очень дорого стоит так чтобы купить ее я купила оцененки там были просто маленькие такие отросточки и посадила горшок горшок то есть у меня такой большой горшочек и я посадила в горшок не выкапывала земли так как я боюсь думаю наверно она зимой замерзнет надо будет ее наверно в дом занести я еще совсем не в курсе с гортензиями но они очень красиво цветут она до конца разве распустит свой бутон и я вам покажу а рядом воткну этот цветоносик не выбросить же его просто смотрите какой он сколько сможет столько продержится в воде может продержаться ну красиво смотрится вот такой живописный у меня цветочек композиция такая здесь у меня разновидности много цветов видите как интересно малыш мой подходит так этот пальчиком трогает ему вот этот нравится мне тоже кстати нравится а здесь я тоже каланхо я купила в уцененки за 20 гривен то копейки по сравнению с тем сколько она стоит и смотрите отцвевшие цветочки отошли и он она мне выпустила новые бутончики виде какой благодарны тоже его не пересаживала просто большой горшок а горшок горшок то есть в самом горшке а вот ветер закопала и присыпала землей и поливаю как обычно растение и видите как она мне отблагодарила а фоксии ничего не мешает она себе цветет и радует меня своими прекрасными цветочек немножко мельче стал она была крупнее сейчас немножечко уменьшилась в размере но цветов много бутончиков закладывать много у нее нужно отсвевшие цветочки вот эти семенами обрывать так как силы она отдает на вот это формирование семян и начинает меньше выпускать цвета меньше цветет а здесь плющилистная пилар кошечка такая прекрасно у меня есть красного цвета а это сиреневый ободочек но тоже видите после дождя не может расцвести сразу вяло подали цветочки здесь я прохожу мимо своих климатисов выстрелите какой прекрасную растение климатис это вообще такое легкое растение посадил и она тебе завела 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 в прошлом году как там больше цветов дала и крупнее цветы были не так сильно влажно было более сухо наверное ему не нужно столько влажность и цветы были очень крупные и даже с розовинкой сейчас голубизна какая-то выделяется а в прошлом году была с розовинка это растение у меня видов климатисов вот еще красный эти какой но этот более мелкий он вот эти серединки распускает и получат к пушистый пушистый махровый сильно но он более мелкий по сравнению с теми другими климатисами вот например я сорву этот цветочек и покажу вот у меня синий отцветает но смотрите насколько он крупнее это махровый фиолетовый был синий очень красивый ведь насколько крупный но этот мелкий он сильно рослый он не пустил на виноград и вот там сколько цветочка много много он уже не знает куда ему виться я в прошлом году его срезала потому что не знала какой куст у какой есть какой видите сравнение с этим голубым тоже насколько он мельче этот красный но вьется он шикарно из колокольчик маленький кустик пчелки его любят потом показываю просто разнообразие цветов как они себя чувствуют после дождя дожди наконец-то прекратились уже все вымокло сколько можно еще ночью у нас бывают дожди а тут расцвела ежевика ежевика красиво расцвела шикарно пчел очень много видите ее посадила возле соседского забора двор у нас и возле соседского забора и представьте какая красота если кому интересно как ухаживать за ежевика пишите в комментариях все отвечу все расскажу на урожай хороший дает это бесшипная ежевика них три сорта это логан берри замечательное растение на черного цвета ну кто знает малина ежевика они похожи по вкусу конечно витамины там разные но по форме я имею ввиду похожи только черного цвета она очень крупно красиво придет время я сниму видео покажу здесь у меня начало цвести малина ням ням называется это китайская малина она совсем на малину не похожа это смесь малины с клубникой вот эти кони крупные цветочки что-то я подъела принял маленькую она очень колючие колючки прям цепляются за все веке но она урожай дает хороший виноград уже цветает уже завязывает свои цветочные почки цветочки уже рассыпаются начинает уже формироваться гроночка тоже процесс надо будет лишние веточки обрезать посынковать так много сил занимают вот видите ветка пустая абсолютно на без одной гроночки и нужно будет убрать она сил много берет она длинная растет ту сторону очень много работы смородина вот хороший урожай на ее дожди не повлияли какая она интересна это желтым цветет смородину куст огромный выше меня ростом и урожай хороший дает она длинненькая как виноградные гроздики видите смотрите так она растет длинными веточками это клубника искушение она очень любит усы давать много ведь и усы она на усах начинает цвести я можно сажать как ампельное растение и эти цветочки на усах тоже дают урожай ягоды у нее крупные это это клубника который я выращивала семян меня два кустика выжила и вот они два кустика пошли в рот видите как быстро выросли мощные кусты хорошие я зимой сажала на семена у меня есть видео и вот эти кусты выросли быстро прошло время это клубника когда пойдет в рост она дает до 20 цветоносов из своего с одного куста но очень много пускать цветоносы и детки и розеточки все пускают и все одновременно хороший сорт клубники она крупненькая замечательная у меня в видео все есть смотрите мои видео на малину дожди не повлияли вот она уже дает урожай малина разрослась очень хорошо видите какая хорошая малина я смотрю тут на нее что-то напала листики вот липки уже даже не стало и сразу для напала надо уже что-то делать ведь у меня малина высокая ее подвязывать не нужно она растет два метра тут больше вот видите вот этот куст какой высокий он не падает она растет без подвязки хороший сорт малину а это огурцы после дождя тоже сидели сидели а потом когда начало пригревать солнышко они резко пошли в рост и начали давать урожай вчера ведерочка уже собрали третик правда маленькая ведерочка шуток с этого кустик кусочек мать муцарить ну сколько тут кустов 10 с той стороны действий но они только-только начинают расти сын говорит мама чуть-чуть какие-то сладкие огурцы игры потому что ничего не их не удобряю ничем не поливаю не селитра ничем дочь полил говорю и все поэтому они сладкие еще от сорта скорее всего зависит а здесь у меня помидоры разрослись и вот эти стойки которые вам показывала видите вот растет помидорка и в стоечку такие поставили и она будет держаться и потом следующую и не надо подвязывать это очень удобно и приспособление кому нужны размеры пишите в комментариях я вам все напишу отвечу на любые комментарии все на этом буду заканчивать спасибо всем за внимание это мой птичий двор это малыши цыплята порода леггорн это мелкие курочки не сушки яйца несут каждый день замечательно крупные яйца сами куры небольшие это им здесь три месяца эти какие они петушков будем потом убирать и курочки останутся это с наших курей то есть мы покупали инкубаторские яйца поставили в инкубатор свой и вывели курей выросли они у нас выжили все там не все конечно у меня есть видео посмотрите как это все происходило а затем с тех курей из тех яичек мы уже взяли и вот это уже наши цыплята и почему-то у них кривые ножки получились это покажу видите стоит с кривыми ножками бедненький петушок ну петушок это петушок он недолго живет но все равно жалко жалко им ну ходят все в порядке но ногтики сильно кривые этого я еще не знаю может быть родственные связи видите как он ходит не неприятно ему может надо было брать петуха одной с одной семьи а курей с другой семьи но это скорее всего потому что когда разводила попугайчиков так оно и было я брала попугайчиков девочку с одной семьи а мальчика с другой вот это легор а это вот это беленькие а это арпингтон у меня петушок а это смесь это логанберри были куры у нас и арпингтон и я решила их скрестить то есть логанберри это мясо яичная порода арпингтон и это просто мясная порода считается тоже мясо яичная но они хуже несутся логанберри хорошо неслись но они крупные много жрут а сейчас мы развилили горнов они очень мало едят вот эти мелкие девочки беленькие но яйца несут хорошего размера уж ты уже заговорила сильно много спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии отвечу на любые комментарии всем удачи всем пока